В прямом эфире «Утро в Петербурге» Дарина Шарова и Николай Растворцев, 26 августа на календаре, прости, пожалуйста, мы продолжаем. И у нас для вас хорошие новости. Петербургский дом национальности в особняке Штифтера вновь открыт после реставрации. В доме на Ваховой улице воссоздан уникальный исторический интерьер в стиле модерн и даже обнаружена неожиданная находка, которая имеет, между прочим, художественную ценность. Какую узнает наша коллега Екатерина Скрипцова. Катя, доброе утро. Надеюсь, прямо сейчас узнаем и мы. Катя, доброе утро тебе. Еще раз. Еще раз доброе утро, коллеги. Мы продолжаем его, как подобает истинным петербуржцам, в помещениях исторического особняка. Дом Штифтера, особняк, построен в начале 20 века и реставраторы на протяжении двух лет упорно трудили, чтобы вернуть ему исторический облик. О том, как возвращали лоск этому зданию, где сегодня находится Санкт-Петербургский дом национальности, нам расскажет директор Санкт-Петербургского дома национальности Карлов Александр Николаевич. Александр Николаевич, доброе утро. Доброе утро, доброе утро, телезрители. Насколько я понимаю, при реставрации очень четко ориентировались на фотографии исторические. Вот колонный зал, где мы сейчас находимся, в целом очень близок к тому оригиналу, который был в начале 20 века. Первым делом, конечно, реставраторы вели свою работу и, как вы правильно говорите, было самое важное, чтобы все повторить, все сделать так, чтобы как было при первоначальном виде. И им, конечно же, это удалось сделать. Провели огромную работу с реставрацией. У нас был воссоздан этот прекрасный паркет, паркет, на который, на самом деле, я, давно уже работающий в реставрациях, понимаю, что это сложно было сделать эту работу, но реставратор сделали невозможно. Они его, вернее, отреставрировали. Это тот самый настоящий паркет, который был более 110 лет назад. Госпожа Штифтер ходила ровно по этому паркету. Да, по этому паркету. И вот эта замечательная люстра, которая сделана из фарфора, вроде как она такая китайская, фарфора, это обыкновенный кувшин вместе с пиалами, сделан совместно с бронзой, тоже своя родная. И мы можем посмотреть на фотографии тех лет? Это как выглядела, да, это как выглядела у нас одна из исторических фотографий. Их-то, конечно, очень мало осталось, но, тем не менее, вот это вот примерно такая вот фотография есть. И вот это помещение, насколько я понимаю, на протяжении многих лет не использовалось, потому что находилось в плохом состоянии. Да, это у нас, здесь у нас была аварийная ситуация, у нас просто потолок лежал на полу, соответственно, вот эти все помещения, которые мы с вами проходим, в них просто физически нельзя было пройти. Они были, может быть, немножко там получше, состояние-то не менее, тоже, конечно, нуждались в ресторации. И бодуар, в который мы сейчас входим, тоже долгое время не использовали, а сейчас мы можем наблюдать даже вот родной камин из мрамора, как с ним работали? Родной камин, все камины, у нас 9 каминов в нашем здании, и все камины были восстановлены, воссозданы, то есть у нас были отреставрированы полностью. Все очень повезло нашим элементам, да, как камины те же, что за годы Великой Отечественной войны, к примеру, да, ни один снаряд не попал в наше здание, и, соответственно, не пострадало ни одно его там из элементов, да, вот как предмет охраны на сегодняшний день, как объекта культурного наследия. А если говорить, например, про цветные элементы, фотографии черно-белые, и если, например, нужно подобрать цвет обивки, обивка ткани, скорее всего, она недолговечна, как вы угадывали, какой цвет был здесь изначально? На самом деле мы не угадывали. В советское время, когда реставраторы проводили здесь какие-то работы, они проводились, но очень мало, да, там очень, ну, не так капитально, как мы это сделали. И советские реставраторы оставили детали немножечко маленькие, да, там элементы этого штофа, ткани из этого материала оставили, запрятали за вот эти панели. И мы, соответственно, когда при реставрации снимали, обнаружили их и уже подбирали эти штофы из шелка, да, там, вот именно по тем образцам, которые были. И эти же образцы наши же реставраторы заложили назад и оставили потомкам уже на будущую реставрацию. Помимо вот таких отрезков ткани, мы знаем, что во время реставрации находили и более необычные находки, например, какая-то фреска. Это было очень неожиданно, да, для всех нас, для реставраторов, для нашего Геопа, когда стали расчищать наши интерьеры, нашли вот такое вот изображение мальчика, который качается на лианах. Это нарисованная маслом картина, которая на багете, да, на холсте, она, к сожалению, одна единственная осталась, но, тем не менее, вот сейчас мы получили этот элемент, да, получили его, должны с ним отработать, как положено, то есть это перевести его в предметы охраны, соответственно, в будущем тоже будет проведена реставрация этого элемента. И поставлено на место. Понятно, да, вот что по интерьерам здесь такие же были еще картины, но, к сожалению, они не сохранились. Мы видим над камином. Над камином, да, мы тоже видим элементы. Сейчас они законсервированы, реставраторы нашли, расчистили, папирусной бумагой заклеили, такую сделали вот местную локацию, консервацию, да, там. И, соответственно, когда уже это оформится как предмет охраны, когда разработается очередная проектная документация, в будущем, возможно, будет еще сделана реставрация этих элементов. Пока это вот выглядит так. То есть, несмотря на то, что особняк сегодня уже выглядит совершенно великолепно, лоск его исторически вернулся, все еще реставрация может продолжаться и нет предела совершенству. Нет предела совершенству, и, конечно, это чудо создал, ну, величайший все-таки молодой архитектор тех лет, Людомир Людомирович Хайновский, гениальный, скажем так, художник и архитектор. Спасибо ему большое. Я благодарю вас, Александр Николаевич. Сегодня в Санкт-Петербургском Доме национальности проходят концерты, встречи представителей разных национально-культурных общностей. И для жителей Петербурга это замечательная возможность совместить приятное и приятное, узнать о традициях национально-культурных общностей, которые живут в Санкт-Петербурге. И помимо этого полюбоваться трудами реставраторов и прогуляться по помещениям особняка штифтера.